Приветствую вас. Первое, чего хочется начать, это сроки. В отношениях на расстоянии очень важны сроки. Если люди находятся на расстоянии без конкретного времени и не очень понятно, когда они снова будут вместе, то эти отношения, скорее всего, обречены. Ну, если только люди не готовы пребывать в каких-то иллюзиях. Я таких людей за свое время практически не встречал, если это, конечно, не психически не совсем здоровые люди. Следующий важный момент. То, что люди на расстоянии в отношениях находятся под давлением постоянной фрустрации, то есть постоянной неудовлетворенности. Невозможность увидеть человека, обнять его, посмотреть на него, ощутить его и так далее. Невозможность проявить ласку, невозможность почувствовать ласку. Это все достаточно сильно давит. Поэтому у людей на расстоянии всегда, всегда происходят следующие два момента. Там много есть нюансов, но всегда происходят эти два момента. Первое. Это срыв, условно говоря, нервный срыв. Такой не в плане клинической, а более такой бытовой нервный срыв. Это первое. И второе. Сублимация. То есть перевод этой энергии во что-то другое. Ну, проще всего, это можно проиллюстрировать на появлении у человека не характерные для него черты. Словно говоря, пока человек был с вами, он был, там, такой, ну, мог опоздавать, мог пойти не вовремя, мог что-то сделать не вовремя. Вот. Но на расстоянии такой человек может стать суперпедантичным. Вот просто супер. Это будет вот просто суперпедантичный товарищ. Вообще, просто педант-педант. И это, ну, как бы, нехорошо и неплохо. Вот. Ну, образно говоря, это та реальность, которую вам желательно бы принять. Если вы этого не сделали. Если вы не приняли её. То реальность. Вот. Такой вот. А нет. Следующее. Поскольку нет контакта между людьми, то здесь действует, помимо того, что я сказал, значит, фрустрация, да, помимо этого, значит, важно. Важно, что общение может, ну, может, как бы так сказать, пробуксовывать. Общение может пробуксовывать. Буксовывать. Общение может достаточно сильно. Вот. И крайне важно в этом отдавать себе от всё. Общение может быть, может быть, можно поговорить. Может быть, вы будете наоборот. Болезненно обсуждать. Какие-то вещи. Вот. То есть вариантов здесь достаточно много. И крайне важно, крайне важно, чтобы вы к этому или готовы. И когда и если это произойдёт, нужно не оступать конфликты. Это право, ну, условно говоря, да, подавлять стараться конфликты. То есть, ну, чтобы конфликты не влияли, условно говоря, на вас. Это первое. Вот. И второе. Это стараться, как бы наполнять общение каким-то вещам. То есть, как можно больше разговаривать, вот. Вот. Но. 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 Разговаривать не о... Не об отношениях. Не о том, как вот... Там. Ну. Не знаю. Как мне для себя скучно, как мне для себя плохо и так далее. Вот, чтобы разговоры были не об этом. Чтобы разговоры всё-таки были как-то вот, ну, немножко более такие, ну, скажем, прогрессивные, да. А для этого необходимо что делать? Для этого необходимо чем-то увлекаться. То есть, условно говоря, если вы ничем не увлекаетесь, если вы активно ничем не снимаетесь, то у нас... Ну, у нас проблема. На довольно серьезно в таком случае возникает проблема. Потому что, рано или поздно, при таком подходе, отношения начнут пробуктовывать. И начнут возникать различного рода. Вот, вот. Я вас предупредил. Я вас предупредил. А вы уже сами посмотрите, что... Извлечете ли вы какой-то, ну, какой-то... Ну, какой-то... Урок из этого. И видно. Это уже вам обещают. Да? Вот. Но, в любом случае, это достаточно... Важный момент. Вот, в принципе, и всё, что можно так сказать. Всё остальное, я бы сказал, более привязано непосредственно к... Ну, к людям. То есть, всё остальное более, скажем так... Ну, более активно привязано непосредственно к человеку. Вот. И, грубо говоря, зависит больше от именно человека. А не от каких-то универсальных правил. И вот здесь... У меня к вам... Есть вопрос. Почему вы думаете... Или, может быть... Правильно... Можно сказать... Каким образом вы пришли... К этой идее... Что есть... Какой-то универсальный... Способ... Поддерживать отношения на расстоянии. То есть, словно говоря, почему вы... Отрезаете универсальность и индивидуальность ваших... Ваших... Отношений с... Мужчиной вашим. Вот. Почему вы считаете, что... Есть уже какие-то готовые правила. Вот. Что... Меня интересует... Интересует... Я хотел бы... Я серьёзно... Хотел бы... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я серьезно хотел бы это выяснить у вас, потому что мне кажется, что это очень и очень и очень важный момент, мне так кажется. Ну, с другой стороны, с другой стороны, я не знаю, может быть вы с другой стороны так и не считаете. Ну, в таком случае тут уже нужно смотреть. Также, мне мешает обратить внимание на то, что сейчас для вас является проблемой. Ну, то есть, почему вы подняли этот вопрос? Может быть вы чего-то боитесь, если так, то чего вы боитесь в таком случае? Может быть, не знаю, вы чего-то опасаетесь там, по разным причинам, по разным моментам. То есть, что-то вот вас может напрягать, да, что-то вас может беспокоить там, вы можете чего-то бояться. Вот, и тогда, то есть, вариантов тут, в принципе, достаточно много. Вот, ну, нужно, повторюсь, нужно поисследовать это, вот, чтобы было, как бы, более-более очевидно вам это. И нам, и вам, ну, чтобы было, прям, хорошо, было понятно. Вот, чтобы, как можно меньше, меньше вы гадали. Вот. А вот, значит, в принципе, то, что я хотел бы, наверное, вам ответить. В принципе, и пока что на этом все, потому что нужно дополнительная информация, если мы хотим, мы хотим в этой ситуации разобраться, ну, вашей ситуации, если мы хотим разобраться. Вот. 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 Поэтому, на данный момент давайте пока что закончим, да, обязательно подумайте над тем, что я сказал. Вот. Буду благодарен вам за любую обратную связь, да, так как бы, ну, по-моему, переварите, вот, и запишите, вот, свои мысли, да, и видео. Ну, буду благодарен вам за, условно говоря, обратную связь, которую вы будете готовы, там, предоставить, условно, вот, вот. Естественно, если у вас есть тревожность, например, по поводу, там, страха потерять человека, там, еще что-нибудь, то с этим нужно работать, потому что это, ну, во-первых, само по себе не пройдет, во-вторых, очень сильно мешает. О-о-о, мешает, ну, как бы, э-э-э, мешает адекватно выстраивать наши, скажем так, вот. То есть, когда ты чего-то боишься, да, ну, как бы, когда ты боишься, там, например, потерять человека, там, что-то такое, то, естественно, ну, как-то не до, ну, не до поведения, какого-то, да, не до ориентированности, условно говоря, на своего партнера и так далее. То есть, кто-то от вас этого требует, ну, на мой взгляд, несколько опрометчиво. Ну, я не только говорю, что от вас кто-то этого требует, нет-нет. Я просто говорю, что, вот, все ваши, э-э, собственные переживания, да, ваши собственные страхи, они, э-э, ну, летаются в том, чтобы их прорабатывать. Ну, если вы будете, э-э, выносить, э-э, мозг, условно говоря, э-э, своему парню, да, своему парню, который, который, вот, как раз на расстоянии находится, э-э, то, э-э, ничего хорошее в этих словах не, 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 не произойдет от того, что, э-э, отношения будут, ну, ухудшаться, э-э, вот. На, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, я надеюсь, что ситуация будет разрешена, разрешена, да, самым лучшим образом. Вот, и, э-э, значит, желаю вам всего самого доброго и удачи, успехов.